так в продолжении распаковки просто может занять больше времени так как я его развернул еще вчера это тот же samsung приобретенный для пожилого человека не себе чтобы не писать комментариях как он шел к чему я понятия не имею как его будут пользоваться и сколько он выдержит и тому подобное есть exynos чип nfc есть эта штучка родная зарядная крепочка и чехол показывал уже чехол отдельно переобретался стоит на стройках включена на режим просто еще не проснулся датчика движения видно ну я включил вы когда поднимаешь удобно он реагирует и как бы видишь не надо ну когда будет может быть отпечаток пальца там у человека то может быть он будет просить отпечаток пальца для подтверждения или пин-код вот но обычно но необычно кто как будет пользоваться вот по настройке нужно терпение и маломольские знания вроде бы вчера когда настраивалась много было идей и интересных моментов но тут довольно таки много настроек есть плавность движений которую я стандартную поставил можно адаптативную поставить сим-карты сейчас нету так настроился повторюсь еще раз пришлось создавать аккаунты и гугловский и самсунговский вот самсунговский требуется сим-карта для подтверждения по эсэмэски поэтому пока на другую карточку временно подключил сервиса самсунг чтоб он обновился такая плавность работы приемлемая главное что большой экран видно шрифты их можно настроить побольше поменьше то есть здесь такие средние как раз стоят чтобы читать было удобно я вспоминаю просто шо вчера делалось ну самое самое как бы сложным оказалось это разобраться буду еще раз повторяться наверное я в распаковке сказал в обновлении с момента когда он включился был android 12 с коробки и в принципе работало все и висели обновления но до момента пока не подключишься к wi-fi сети при подключении к wi-fi сети он пытался загрузить приложения самсунговские висела это скажем уведомление до момента пока не создал аккаунт самсунг то есть она висеть загружается пишет что завершить установку телефона и как бы пока этого не сделаешь она и так бы и работала по кругу поэтому аккаунт google я создал на компьютере заранее ввел в google обновился свои приложения самсунг он тоже после установки аккаунта уже также его зарегистрировал на тот же адрес почти что другим паролем просто на всякий случай и вот недостаток этот скажем двойственности приложений с одной стороны плюс потому что тут свой магазин samsung store и как бы оптимизированные приложения под эту модель такая посредственная плавность может это и плюс с другой стороны у google свой магазин приложений и тоже в принципе базовые его приложения обновляются в принципе они такие же ну вот нельзя сказать что плавность работы прям суперская от этого процессора она такая посредственная есть такие немножко при формаживание несмотря на то что я и уже и анимацию уменьшил с единички на 0 5 настройках так подгружается тут может из-за того что памяти все-таки маловато для современных этих всех приложений и виртуализации если найду сейчас я я я делаю первый раз поэтому и как бы долго получается и вспоминаю какие особенности были процессе потому что снимать 45 часов как процедура установки с одной стороны интересно потому что там своя этапность другой стороны это очень долго и еще интересно он после каждой после каждого обновления загружал эти ненужные приложения рекламные всевозможные там вот эти из пофити netflix то что у них не каждый смотрит и там еще там от microsoft а офис купите этот офис то есть вот это все назойливое приложение все эти еще интересно их удалишь тут же он накачает там на их это эфиры ерунды их через приложение в ручном режиме по удаляешь после очередного обновления он опять их автоматом ставит их невозможно отключить приходится только в ручном режиме их опять удалять там штук пять приложений может пару игр закинуть навязывает вот чтоб ими пользовались а ими никто пользоваться не будет только памяти пару гигов они будут занимать это недостаток ну это же двойственность уведомлений от samsung свои приходят от google свои и те обновляются со своего магазина эти со своего в этом недостаток самсунга я считаю ну как для меня вот эти процессоры на юнисок более-менее такие бюджетные они мне показались более интересными даже на той же nokia даже то как они работают с памятью с памятью когда карточку подключаешь здесь возможность установить я не помню на сайте где-то написано то ли 128 то ли 256 уже может и больше карту еще не вставлял сейчас попробую ставить ну показывает уровень сигнала несмотря на то что карточки sim нету полный и wi-fi и уровень оператора процент батареи процентов также предустановленные от microsoft приложения были но я оставил только одно one drive потому что там 5 гигабайт бесплатного хранилища и он синхронизирует дополнительно контакты там настройки дополнительное облако помимо того что в гугле 5 гигов в андрайве 5 гигов и там еще было предложение от samsung в общем есть облачные сервисы пределах как бы неплатных которые могут синхронизировать там приложение настройки в случае замена телефона утери чтобы удобно было восстанавливать так что еще я вспоминаю ну да офис я поудалял в уголе тут самые такие простые что стояли дополнительно ничего не стал делать поэтому тоже по потребностям как человеку понадобится блокировщики на всякий случай поставил появились в samsung чем хорошо play маркете google нету и в хроме их не поставишь там реклама прет а вот эти вроде бы как работают относительно они работают с базовым таким браузером samsung и как расширение чуть-чуть там блокирует рекламку немножко даже по моему запускал youtube через браузер не в одном приложении а через браузер он немножко там почищал рекламу чем удобно вот это понравилось камера но посредственно опять там задержка написано 50 но что-то такая сомнительная настройках я особо не нашел какую здесь поставить и как называет тут авто рождер стоит я не но в каком разрешении писать и как использовать камеры укачу не разбирался детально но потом нужно будет отдельно почитать но я не нашел таких прямых настроек что конкретно выставите с каким разрешением тут просто дополнительное включение кодировка для экономии места вот такая вся кофе не так вспоминаю что еще интересного может бы повторюсь процесс установки обновления телефона проходил четыре этапа довольно долго и слабая горлышко вот это память основная и скорость ее чтения и записи я вот смотрел на realme в характеристиках там используется другой тип памяти уже более быстрый пишут что три раза быстрее чем обычная емси ну а так как нет практики использования то трудно сказать насколько она быстрая и может быть стоило действительно обратить внимание на более такие модели ну так как был запрос на samsung поэтому это самый бюджетный вариант из тех что попался на глаза и так более-менее в чистом виде на эксеносе привлек внимание можно сказать можно было конечно взять на медиатеке значит первый этап обновлений сначала он загрузил 800 метров 870 стоял 12 android и не показал что нужно что-то делать дважды когда нажимаешь обновление обновление телефона там обновление программ система обновления системы вот он дважды его как бы получается забираться качал 2 и пишет что но дальнейших действий не предоставил и такое было недоумение качает он или не качает сам градусник этот закачки не показывает а постоянно идет загрузка 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 и висеть на этом ну догадки догадался короче нажал перезагрузку первый этап перезагрузки он был тоже не быстрый минут 40 может 30 может 20 ну 25-30 он оказывается первое что установил обновление системы безопасности это первое но там оптимизация системы прошла в два этапа перезагрузился захожу смотрю android 12 стоит опять нажимаю обновление системы дальше он обновился какой-то пакет ну до гига закачал уже градусник появился опять обновился оптимизация системы опять закачка этих приложений навязчивых от microsoft от samsung дополнительных я их опять вручную поудалял смотрю все равно android 12 дальше опять обновление системы нажимаю третий этап когда опять прошел градусник полный опять до гига там загрузил перезагрузился телефон робот этот появился обновление все как это все обновился до 13 версии android опять он закачал эти приложения которые я его не просил хоть я их удалял он все равно по умолчанию после каждой после каждого обновления загружает забивая памяти и уже после третьего обновления также оптимизация системы от каждая в два этапа то есть мало того же 4 этапа плюс каждая по второму этапу оптимизация системы тоже время занимает и четвертое уже обновление самой прошивки и один оболочки самсунговский тоже с такой же процедурой не быстрой она от 4 этапа обновилась и в результате до android тринадцатый вот то есть самый последний android поддерживает версия 5.1 в англии оболочки а тут версия прошивки такая такая информация ну открыл на всякий случай параметры разработчика это уже вспоминаю что еще интересного учетные записи до samsung и google добавятся еще может быть от мессенджеров вот так что отдельно но я процессе создал самсунговскую учетную запись и после подтверждения он уже докачал свои приложения уже после этого всего обновил свои вот эти вот всякие самсунговские приложухи которые samsung сам разрабатывал ну в общем то они нормально работают но некоторые может мнение не востребованные будут так как карточки нет сима не могу сказать как мессенджеры работают ну прокрутка такая посредственная то есть от чипа от чипа этого я ожидал большего но что есть то есть так в процессе основная карточку я не ставил тут скрепка которая в комплекте она длинная длиннее чем у эппл а эппл а коротенькая она не достает сюда можно обычную скрепку взять и тут полноценный лоток и вот первый раз у меня есть две карточки ну так как ты 32 гига естественно память придется увеличить и принципе для хранения фото видео в основном вот и первый раз ставил silicon power на 128 он ее прохавал все нормально и что мне не понравилось например на сокете юнисок там он может объединить эту память единое целое и не создавать вот этот дубляж папок структуры android в котором надо искать куда ты что положил либо же оформить как отдельную память с простыми настройками ну вот первую я поставил он увидел как отдельную память просто как отдельный накопитель вот еще есть самсунговская тоже на 64 от самсунга попробую поставить тут же две полноценные sim карты можно поставить главное ровно выставить чтоб она не закусила проверка лотка тут да упомянуть быстрых кнопках фонарик данные обмен с окружением тут есть комфорт для глаз можно изображение регулировать прям с быстрого доступа и что вам сейчас вставлю на sim карты но я вижу и вот он тоже создал структуру на хрена мне эта структура и у человека вот пожилому он будет смотреть зайдя в карту на эту структуру искать куда он положил в камере сейчас ничего нету свой файл единственное что да он предупредил и вот объединение памяти нет вот это мне не очень нравится в этом способе такого добавление хранилищ тут он его не показывает это уже создавал оперативки больше м 1 гигабайт но и файлы не используем и а вот здесь вот рам плюс вот эта фигня рам плюс я добавил 4 гигабайт а стояло два ну это как бы использование хранилища для увеличения объема виртуальной памяти и когда стояло два смотрю тоже оперативно остается 700 как вот сейчас и куда он их поджирает вот эти неиспользуемые приложения зачем он их подгружает он их в фоне подгружает непонятно когда и каждый раз вот это вот заниматься этой ерундой это вот из тех недостатков по софту где в настройках может быть вычислять какое приложение постоянно подгружаются в фон и их отключать то есть тут надо еще может колупаться глубже ну вот базовой скажем так здесь он общее хранилище да здесь кому так вот более менее удобно тут пока пусто но то что он их отдельно форматирование ну это другого телефона переставил на всякий случай форматнуть чтобы оно не оставляло там файлов от старого устройства вот он переформатировал в принципе все то что было то и осталось и теперь останется настроить и вот опять неиспользуемое приложение один их фон он грузит гигабайт всякой фигни с этим еще придется разобраться зачем спрашивается это я участок обнаружил но что он постоянно заполняет памяти тема чем может быть не нужно а вот настройка он сам предложил ну так и шо я изменила где это проверить а вот место хранения ну это нормально то есть вот хотя бы фотографии он будет по умолчанию сбрасывать на карту но здесь есть стандартная от самсунга приложение которой которым неизвестно но базовые папки виде ярлыков и по накопителем видно загруженность и управление только извлечение или форматирование и я поставил тоже неплохое на приложение от google а файлы тоже в принципе уведомление пускай посмотрим тут тоже тут в угол файла есть дополнительная очистка функция и в принципе он какие-то моменты подсказывает кому каким удобно пользоваться ну вот есть еще работа по тому на как подключать вот эти которые загружаются фоновый режим приложения это эти виджеты вот есть виджет оптимизация чтобы не каждый раз настройку туда не лазить оптимизировать одной кнопкой нажал ты-ты-ты-ты почистил 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 высвободил чуть-чуть это после браузеров до всяких шок памяти загруженная но вот так вот он с картой работает то есть нельзя сказать что приложение не знаю можно ли ставить на сим-карту на ну на карту памяти приложение так допустим карты хранилище внутреннее хранилище и он перемещение не позволяет тут делать но если и позволяют то не всем приложениям поэтому такого объединения или перемещения не видно то есть просто карта памяти вот в этом да недостаток этих процессоров и софта в объединении памяти чтобы он как-то сам мог часть приложений отбрасывать на карту расширения чтобы не было забить диск основной полностью но так по базовым настройкам то что полдня вечером вчера поковырялся стало понятно и общее резюме конечно на себе я такой не взял но за неимением нормально в общем то не хватает мощности чипа так если не спеша то он работает нормально и дубляж от этих приложений дополнительно нагруженных иной раз проще взять эту nokia в таком же ценовом диапазоне они по скидке есть дешевле и там всего лишь один android в общем то тоже неплохой вариант но все не упомнишь конечно поэтому сижу и вспоминаю что еще тут интересного есть звук такой приемлемо срочно заряжал я его он значит после установки обновлений было 85 процентов ну за вечер использования где-то уже часов два ночи было 45 процентов ну процесс сам установки он такой ресурсоемкий плюс закачка постоянное обновление до 45 сел я сегодня утром сегодняшний powerbank подключил ну в обычном type-c на type-c он за может часа полтора набрал быстро зарядка сравнительно сразу до 85 процентов а что я хотел показать интересно сейчас ну если аккуратно поднимаешь он не оживает если вот как бы немножко его датчик не всегда реагирует на когда оживает телефон обычно iphone поднимаешь он сразу оживает этот может потому что после его такого включения он не сразу пробуждается ну бывает так через раз а может освещение лампы ему мешает сосредоточиться на световом потоке дневном вспомнил что-то и по аккумулятору так вот ясно написано что только где его найти он я вечно путаюсь вот когда после другого ну обычного оболочки немножко по-другому все эти расположенные функции и пока найдешь каждый раз я с самсунгом путаюсь так быстро найти хранилище памяти аккумулятор вот чтоб нажал и увидел как тут батарея или аккумулятор долго ищет значит надо батарея писать чувствительная ну то есть вот нет прямого может где то есть может я не знаю прямой ссылки можно ее поставить в ограничение в фоновом режиме ну вот надо покопаться где-где вот эти приложения загружаются те которые не пользуешь но не в память и где то я сейчас смотрел интересная была рекомендация а вот то есть когда спрашивают как правильно заряжать смартфон вот вам производителя пишет русским языком или другим чтобы продлить срок службы батареи аккумулятора установите ограничение максимального уровня заряда 85 процентов то есть он будет заряжаться не на 100 процентов а на 85 и вот этот режим от 30 процентов до 80 самый оптимальный чтобы поддерживать батарею скажем ну в долгосрочном ее использование когда забиваешь на сотку и оставляешь на ночь он также выснаживается но батарея быстрее израсходуется поэтому 85 90 вот так зарядил он за 2-3 часа и вот такой режим более-менее оптимальный но иногда на полную можно зарядить а здесь в принципе как и везде есть рекомендации которые в принципе доступны и понятны осталось разобраться что он подгружает ну еще поковыряюсь в памяти как приложение которое в фоне наверное работают в точку в батарее нету никаких данных фонарик ну тут экономия просто в общем да вот такое двойственное я подключил звуки вибрацию лишнюю только самое необходимое оставил такая вот заметка эти модели не знаю не могу сказать что плюсов больше или плюсом меньше она такая 50 на 50 даже вот несмотря на то что google пиксель насколько он назойливый сам google со своими подсказками рекомендациями всевозможными этими то вот samsung ну так вроде и сейчас не гавкает но как начинаешь что-то трогать из их не приложений тут всплывают эти все окна и все оно остается как говорится в памяти и уже дополнительно отнимается вот это личное время для того чтобы разбираться или читать что они хотят от тебя ну он вот такой не сказать что не профессиональный обзор а пользовательский за день скажем так ознакомление в принципе на свет не реагирует не всегда то есть так попользуется человек может тогда будет ясно насколько интересная модель или нет но все благодарю